Всем привет, на связи Тёма. Наконец-то, наконец-то видео от меня. Давно я не выходил на YouTube. Была у меня операция, многие, кто следит за моим Instagram, это знают. Если не следите, можете подписаться. И, наконец-то, я сделал видео для вас. Это будет обзор рынка. И не только обзор рынка, а реально будет максимально интересное видео. И, что самое важное, в этом видео даже будет один из очень интересных лайфхаков, которыми я поделюсь с вами в конце данного видео. Поэтому обязательно смотрим до конца. Мы начинаем! В сегодняшнем видео я хочу поговорить в целом про рынок. Поговорить, почему мы, собственно, упали. Мы это обязательно сегодня разберем. Потому что, чтобы понять, что будет дальше, нужно разобраться, что произошло, собственно, сейчас. Также говорим про очень важный момент. Почему фонда растет? Почему фонда каждый день обновляет свой all-time high, а в это время биток падает? Где же та корреляция? А корреляция сейчас с фондой на самых нижних отметках вообще почти за всю историю. Рынка крипты и рынка фонды. Поэтому тоже очень интересный момент. Поговорим сегодня про макро ситуацию, про макроданные и вообще, что стоит ожидать дальше. Поговорим также про выборы. Когда я считаю, что наступит тот самый альтсезон. И, конечно же, как я уже сказал ранее, я вам дам лайфхак. Лайфхак, который, я думаю, реально может быть достаточно полезным. Смотрим до конца. Всем приятного просмотра. Начну с того, что у нас произошла коррекция. Вы все это знаете, все это видели. У меня личка забита. Что произошло рынком, что делать, докупать или нет. Конечно же, в такие случаи лучше докупать, если у вас есть средства для этого. В общем, давайте разберемся, почему вообще началась коррекция. Мы не будем, да, и я не буду скрывать тот факт, что реально рынок был перекуплен. В том плане, что очень много людей было в рынке. Все позаливались в альту и ждали, когда альта начнет наконец-то стрелять. Реально ждали этого многие. И я тоже ждал, я не буду это скрывать. Но здесь вопрос в правильном манименеджменте. То есть, если человек залился на 100% всякие строкнеты и так далее, это уже вопрос к человеку. Я не скажу, что я там стопил, что нет, роста, продолжения не будет, перелива не будет. Я тоже был на той стороне и надеяться, что он будет. Потому что все выглядело очень хорошо. У нас впереди был ETF на эфир. И много других факторов, которые нам говорили о том, что, скорее всего, еще мы можем увидеть какую-то активность, какой-то движ на альтах, но этого не последовало. Наверное, из-за того, что слишком большая толпа людей уже ожидали, когда вот будет этот рост. Все ждали, засадились в альты и ждали, ждали, когда уже это произойдет. Ну, как мы знаем, рынок не привык вести толпу за собой. Поэтому, собственно, такая первая вот эта высадка. Конечно, там были военные какие-то события с Израилем. Помните, с чего все начиналось, да? Но это все мы опускаем. Реально, рынок был перегрет. Мы ожидали большего вопроса в манименеджменте. Вот реально, вопрос в манименеджменте. Сейчас я страдаю от того, что пошла коррекция. Да, мне неприятно, потому что у меня были большие иксы. Но я не страдаю. Я докупаю, потому что у меня правильный манименеджмент. И это мне позволяет действовать свободно сейчас на рынке. И желаю каждому такой ситуации. А также, как раз этот лайфхак, в конце видео, который я буду рассказывать, он как раз будет о том, как правильно и где фиксировать. То есть, реально крутой лайфхак, который, возможно, в будущем поможет избежать таких ситуаций и зафиксировать хаи. Сейчас же у нас реально прошла большая коррекция. Больше, чем была в прошлый раз. И мы сняли вот этот плой мая. Что очень важно. То есть, мы собрали ликвидность. Это хорошо, да? Потому что мы видим такую ситуацию на графике. И у нас было, как знаете, первое дно и пошло второе дно. Два было вот этих дна. По альтам, вы помните, то, что вот Старкнет там вообще, да, укатался такое в самое дно. То есть, очень больно, неприятно смотреть на альты, которые упали буквально, смотрите, от хая. Попадало все на 82%. Прикиньте, от хая. Но помните, тоже в Мисте я когда-то у себя рассказывал, то, что у нас уже был такой паттерн. Я и в Ютубе рассказывал, то, что в 2020 году перед Бычкой тоже остудили альты. И тоже тогда был такой сантимент, что все ждали, вот, сейчас альта взорвется, и мы полетим в космос. Но этого не произошло. У нас тоже остудили на 80-90% и сейчас похожая ситуация. Стоит ли бояться? Нет, рынки цикличны. Бояться не стоит. Пример, вот, смотрите, есть Старкнет. Я вам сейчас покажу Аптус. Я уже об этом тоже в Телеграммах рассказывал, да, очень много про эту ситуацию расписывал. Есть Аптус. Вот пример. Тоже очень похожая ситуация, как на Старкнете. Укатали от хаёу, просто смотрите, насколько мы здесь укатали этот Аптус. На 70%, там 82, окей. Но посмотрите, что было. Тоже казалось, что все, полный скам, ничего не произойдет. Но посмотрите, что случилось под Лая на 550%. Понимаете, рынки цикличны. Это даже не было не бычкой. Это просто был какой-то локальный сплит с альткоином. Вот, вот, что мы видим. И думаете, на Старкнете такое не может произойти? Да может запросто. Поэтому рынки цикличны. Да, неприятно, но очень важен правильный манименеджмент. Я сегодня как раз буду в Альфе у нас рассказывать, делать стрим, где я буду в прямом эфире. На стриме рассказывать как раз про манименеджмент. Потому что это очень важно. Реально очень важно, чтобы сохранять спокойствие на рынке и зарабатывать в долгосроке. Поэтому рынки цикличны. Мы этого не боимся. Дальше. Что у нас было вот это за второе дно? Второе дно, вот это второе падение, которое у нас произошло на 14% на биткоины. Как правило, 30-40% на альткоинах. С чем это связано? У нас пошли битки в продажу от MT-GOX. Начались и слухи. ФАД, да, мы уже привыкли. Еще появились битки от правительства Германии, которые тоже продают. Крупные участники. Мы не будем скрывать, что рынком правят крупные участники. И я думаю, что были инсайды. То, что будет там Германия. Как будто или просто делать переводы. Или реально продавать свои битки. Они знали, что будет ситуация связана с MT-GOX. И зачем покупать здесь по 63? Зачем покупать здесь по 68? Зачем покупать здесь, если ты знаешь, что впереди будет какое-то событие, которое связано с негативом. И можно за фронт ранить. Мы фронт раним не только позитивные новости, когда мы там растем. То есть мы фронт раним не только вот здесь позитивные новости. Мы также фронт раним и негатив. И вот этот негатив как раз институционалы и крупные участники могли за фронт ранить. Продавая здесь битки, фиксируясь. И потом наливая свои лимитки здесь. Потому что зачем наполнять свои лимитки покупать по 68-70, если можно купить по 54? Вы понимаете, да, логикой? То есть очень важный момент. То есть мы сначала берем на заметку то, что проблема падения. Это как раз реально вот эти факторы были. То, что возможно институционалы и крупные участники знали про возможный вот этот негатив с продажей биткоинов. И просто за фронт ранее это падение. Продали, зафиксировали, сейчас откупают. Вы видите, что BlackRock покупает, приют в Сагермании и продает. Это не просто так. То есть мы уже видели, когда у нас была просадка, когда запустили АТФ. Grayscale продавали. BlackRock тоже откупали. То есть что, BlackRock хочет собрать все битки в одних руках? Тоже очень похожая ситуация. То есть да, здесь уже можно теории заговора строить. Но мы видим, как это работает. И здесь момент в том, что в это падение, у нас, что вы понимали, вот за это падение, когда мы падали, у нас ликвидации на минуточку было в таком же количестве, как в момент краха FTX. Когда FTX заскальмился, то есть у нас ликвидации было ровно столько, сколько здесь, в эту ситуацию. То есть вроде битоксид не упал, но прикиньте, какое количество ликвидаций случилось. Что это значит? Это значит, что у нас выбили ритейл. То есть уже логично подумать, что вот это падение было не просто так. Мы побрили ритейл. ММ сделала свою задачу. То есть понимаете, уже мы сразу делаем вывод, конец ли это тренда, конец ли это бычки, будем ли мы расти, или мы опять уйдем на 2-3 года в медвежку. Я думаю, что нет, потому что реальное выбивание ритейла. Хотя этого мало. Это не просто аргумент, что если мы выбили ритейл, ну когда медвежка начинается, мы тоже ритейл выбиваем, но идем дальше вниз. Но здесь, во-первых, выбили ритейл, вот эти ликвидации, да, после краха FTX, тоже помните, пасли свечки наверх. Повыбивали ритейл, куча ликвидаций, полетели наверх, куча фада. Здесь тоже очень много фада, альта, скам, L2 никому не нужны, эфир никому не нужен. Но у нас есть еще макроданы впереди. У нас есть растущая SP500, которая каждый день пробивает свой ATH. Почему нет корреляции? Ну, это уже вопрос другой. Почему нет корреляции? Возможно, она вернется, и мы надеемся, что она вернется. Но здесь просто было какое-то событие, и рынок ритей, он более манипулятивный. И здесь было проще задампить цену, потому что, зная, что впереди какое-то событие, закупиться хорошо, и потом опять возобновить корреляцию и пойти вместе с фондой. Потому что фонда у нас обновляет all-time hype, почти каждый день. Там все позитивно. Плюс сегодня у нас вышли данные по инфляции. Инфляция у нас упала, что очень хорошо, потому что у нас все складывается, идет к тому, что, скорее всего, будет снижать ставку в сентябре. Это, опять же, однозначно плюс для рисковых активов. У нас сегодня вышли данные по инфляции. У нас инфляция 3%, лучше, чем ожидали. Это вообще супер. Вы спросите, почему рынок вот сейчас не порос, почему сразу палку наверх дал. Наоборот, лучше, что он не дает вот эти палки, потому что, как правило, если идут палки после данных, то потом все это быстро идет в обратную сторону. Потому что манипулятивные движения, а здесь идет какое-то, возможно, органическое движение. Плюс момент в том, что не нужно сразу, чтобы шли палки. Это событие в лон-терме. И теперь я ожидаю, что мы реально будем фронт ранить. Теперь, вот у нас сейчас июль заканчивается, начинается август. И мы можем спокойно август-сентябрь фронт ранить вот эту ставку в сентябре. Возможно, ее снижение. Мы реально будем фронт ранить, потому что давайте разберемся, что у нас по макроданам. Во-первых, у нас выросла безработица. У нас рынок труда начинает тормозиться. Это большой плюс для снижения. У нас падает инфляция. Тоже большой плюс для снижения. Плюс у нас растет госдолг США. Вопрос не в его размере. Мы это понимаем. Но вопрос в его цене обслуживания. Чем выше ставка, тем дороже его обслуживать. Поэтому для государства США, для ФРС, самим выгодно снижать ставку, чтобы долг было обслуживать дешевле. И у нас уже есть совокупность факторов. Это снижение инфляции, это рост рынка труда, это возможное снижение теперь в сентябре ставки. И теперь перед нами открывается возможный фронт ран в будущем этого события. Это август-сентябрь. Теперь возвращаемся к крипте. У нас есть коррекция. Если СП500 продолжает расти, это же, конечно, большой плюс. Потому что, возможно, корреляция вернется. На рынках рисковых активов все позитивно. После такой корреляции, почему не идти рост? Плюс у нас также есть сезонность и на крипте. Август-сентябрь, это, как правило, достаточно позитивное время для каких-то локальных всплесков. Часто у нас появлялись в августе какие-то локальные нарративы. То одно время у нас был Лидлайт Уйорн, потом были Дефай. И рынок альтов сильно рос. То есть здесь, учитывая тот момент, что у нас возможный запуск ETF на эфире, посмотрите, какой эфир реально сейчас сильнее ведет, чем себя биток. Посмотрите еще график эфира к битку. Тоже очень важный момент. Он выглядит максимально по-быщим. Потому что если посмотрите вот на дневку, есть такая трендовая. И я думаю, что с запуском ETF мы можем пробить вот эту трендовую и полететь. Эфир это локомотив для всех альтов. То есть, понимаете, я реально свожу к тому, что есть большой шанс увидеть тот самый альт-сезон, который мы ждали там ранее, в августе-сентябре. И я реально откупал альту, не боюсь откупать. Мне это позволимо. Вот буквально последние 2-3 дня я откупал по чуть-почуть. И сейчас ожидаю, что есть шанс на хороший позитив. Опять же, я утверждать ничего не буду. Я вам говорю аргументы. Каждый делает анализ сам. Каждый диорит. Но по аргументам у нас есть вот такой вот бычий график эфира к битку. У нас есть запуск ETF. У нас есть сильный эфир. У нас есть растущие фонда. У нас есть возможность снижения ставки и фронтрана этого снижения. У нас есть растущие фондовые индексы. Вроде бы все хорошо. То есть, реально пока опять же кажется, что все хорошо. И люди, что самое главное. Потому что тогда тоже было все хорошо. Но тогда все покупали. Сейчас нет таких покупок больших. Сейчас все на стреме сидят. И это большой позитив. Поэтому здесь очень важно понимать. Я реально думаю, надеюсь, что у нас будет вот этот альтсезон какой-то в августе-сентябре. Потому что еще очень важный момент. Это вот этот фронтран. Еще у нас есть выбор. Еще один аргумент. Давайте посмотрим по выборам. Я вот здесь выбрал такую вот картинку. Если вы посмотрите, у нас есть эта дата выборов на ноябре. Как было каждый раз. То есть, что мы видели на графиках в среднем. Если посмотреть вот эту шкалу движения графика. Вот это график президентского года. Ну, когда выборы. Когда у нас выборы. То есть, график, когда у нас выборы. Мы видим, что идет рост. Идет рост до сентября. Потом в октябре начинается уже какая-то волатильность. Одно падение, потом второе. И в преддверии выборов у нас происходит падение. После этого откуп. И после выборов опять начинаем расти. Здесь ситуация может повториться. Плюс здесь накладывается ставка. Опять же, помним, что мы не растем на событии. Мы растем до события. И если у нас будет снижаться ставка в сентябре. И сейчас все начнут закладывать это себе в голове. Потому что инфляция упала. И знаете, что сказал Пауэлл вчера. То, что мы не будем теперь ждать снижения инфляции 2%. Чтобы снижать ставку. Это большой позитив, потому что он раньше говорил по-другому. И у нас может начаться фронтран того, что ставку снизит в сентябре. То есть и все сейчас пойдет шилу везде. И рынок будет в фронтране данного события. А в момент того, как ставку снизит. Как раз мы видим, что в сентябре. Снижение остатки. Накладывается паттерн того, что когда у нас идут выборы. Всегда в сентябре идет падение. Потом еще одно падение. И здесь два события накладываются. Одно это сезонный паттерн выборов. То, что у нас октябрь, сентябрь, ноябрь, вот эти месяцы идет хорошая коррекция. И как раз у нас пройдет снижение ставки. То есть мы покупай слухи, продавай факты. Сработает этот паттерн. Плюс паттерн сезонности. То есть видите, как накладывается. Понимаете, о чем я говорю. И поэтому, поэтому я думаю, что мы начнем фронтране. Снижение ставки, возможно. И в принципе июль. Сейчас можем еще поторговаться. Еще выбить вот эти руки, которые залетели сейчас на хорошей инфляции. Вы знаете, как работает это. То есть может ММ повыбивать вот эти слабые руки. Еще немножко вниз ходить. Все думают, блин, инфляция снизилась. Походу все, рынок России не будет. Еще июль может побросать цену в две стороны. Вполне может. Вполне может. Но самое важное сейчас это держать крепче свои активы. И не быть выметым с рынка. Вот что важно. Вот реально важно. Потому что волатильность, это возможность для инвестора закупиться. Для трейдера, это волатильность всегда хорошо. Потому что возможно заработать. Поэтому расцените это не как проблему. Вот эту волатильность, большую снижение. А как возможность до закупиться. И думаю, что в августе, сентябре может для нас случиться сюрприз. Особенно в августе. Перед заседанием ФРС. Вот как раз перед возможным посещением сталки. И пойдет какой-то фронтран. Плюс запуск ЭТФ у нас. Понимаете, да? Реально фактора много. Плюс рынок еще не жадный. И страх у нас на минимуме. Если тогда у нас все вот эти позитивные события были на страхе максимум. Сейчас у нас минимум. Поэтому я все-таки ставлю какие-то, не то что ставку. Давайте я не буду делать прогнозы. Реально. Я вам просто набил аргументы. Я лично считаю так, что шансы есть. Шансы есть на альсезон в августе. Даже не то, что альсезон. Просто рост рынка. Давайте назовем так. Рост рынка. Альсезон это, не знаю, будет в конце обычки. Когда у нас обычка будет заканчиваться. Когда все просто будет пуляться на 100-200%. Тогда будет альсезон. Сейчас просто есть шанс на бычку. Смотрите. Вышло такое видео, что я очень мало, да? Говорил. Показывал графики. Больше таких рассуждений. Больше я вам говорю, рассказываю. Потому что нужно было выговориться. Очень много факторов. Которые мне нужно было вам рассказать. Могу сказать, что с альтов добирал там бласт. Я писал у себя в телеграм-канале. Кстати, подпишитесь. Я там всегда даю обновленную информацию. Все, что я делаю. Все мои действия. Портфель и так далее. Можете подписаться на мою телегу. Также на наши все ресурсы. Подписывайтесь. Обязательно лайк. Поставьте на это видео. Сейчас мы перейдем к лайфхаку, который я хотел вам рассказать. Ну и в общем, думаю, видео вышло полезно. Плюс поддержите меня, пожалуйста. Потому что давно не записывал. Плюс я постоянно переезжаю. Мне немножко так тяжело это дается. Из-за переезда. Потому что нужно обустраивать возможность для записи. И что я хотел сказать? Это лайфхак. Перейдем к лайфхаку, который я хотел вам рассказать. Смотрите. Есть у нас такой прекрасный график. Это график доминации USDT. Есть у нас такая вот прекрасная трендовая, которая у нас длится уже очень-очень долго. Давайте сделаем вот так вот. USDT. И возьмем график биткоина. Смотрите. Есть у нас вот здесь хай. Вот видите хай. Я навел. Хай вот здесь. И у нас. Давайте нарисую. Вот тут хай. И вот здесь. Ну видите, я навожу. И то же самое дата. Вот тут есть хай. Тут есть хай. Тут у нас трендовая. И смотрите в этот раз. Есть хай. Оп. Интересно, да, получается? То есть понимаете? Это лайфхак. Добавьте себе этот график доминации USDT. Это возможность для вас смотреть возможные какие-то локальные хай. Или просто хай рынка для фиксации. Понятно, что если пойдет какой-то бычий супер рынок, возможно, мы там пробьем в будущем эту трендовую, потому что будет бычий рынок настолько сильный. Эйфория будет настолько сильная, что мы там, не знаю, разгонимся там вниз, сквизанем и там вот так сделаем. То есть сквизы возможные будут. Не нужно сразу все продавать, когда мы достигнем к этой отметке. Плюс сейчас многие уже увидели этот график. И когда начнут фиксироваться по вот этому графику, когда толпа начинает фиксироваться уже, то это уже такой плохой момент, знаете. Тут уже нужно подумать, стоит ли действовать. Но все равно это хорошая подсказка для того, чтобы начать хотя бы частично закрывать, потому что мы увидим, как исторически хорошо работают. Каждое касание, вот здесь тоже, тоже хай ловится. Каждое касание к данной трендовой доминации УЗТ, это хай рынка. Один хай рынка, второй хай рынка, касание. И сейчас опять хай рынка, это касание. То есть в следующий раз, когда мы опять подойдем к этой трендовой, возможно, это аргумент, чтобы подумать и закрыть свои какие-то позиции по альтам, по битку. То есть вот это классный, я думаю, лайфхак. Я сам недавно для себя это открыл. И посмотрите, если бы я ранее это уже видел и замечал, то возможно бы, можно было бы прекрасно поймать хай, распродаться хотя бы какую-то часть. Хотя я продавал, помните мое видео, которое, возможно, где-то здесь появится. Сейчас я реально переживаю за свои позиции. Сейчас я реально переживаю за свои спекулятивные трейды, потому что мне не нравится вот эта слабость. Одна попытка пробить хай, вторая попытка пробить хай, третья попытка, и все просто давят. Нету сейчас покупателя выше хая. Это же плохо, поэтому, конечно, если мы пойдем сюда ниже, я буду думать о том, чтобы, опять же, я уже об этом говорил, я даже вот когда мы здесь не удержались, чуть закрыл позиции. Потом опять попробовал добирать, но мало добрал. И сейчас снова уже по чуть закрываю, что в профите, что неудобно мне держать. То есть мне не нравятся вот эти фейки, мне не нравится вот эта слабость. И в любой момент реально может так палиться кровь. Когда у нас Артур Хейс дал прогноз, я об этом всем рассказывал, также давал свои мысли. И вот здесь где-то в данной точке вроде бы я говорил, что, скорее всего, да, начинается коррекция, все плохо. И там распродался. Мы чуть тоже ребалансировку позиций сделали. Не скажу, что прям застрях, но много лишних позиций. Все-таки распродал, что есть плюс. Поэтому не скажу, что там сильно застрял. Плюс мани-менеджмент позволяет. Но все равно неприятно. Можно было закрыть больше и сейчас спокойно добирать. Поэтому давайте сделаем итог. UZT, доминация. Прикольный лайфхак. Следим за этой трендовой, где, возможно, нужно фиксировать свои какие-то позиции. Закрывать спекули, закрывать рисковые позиции. И лучше зафиксироваться. Здесь хороший плюс. Дальше у нас по рынку. Август считаю, может быть достаточно позитивным. Хоть и август это месяц каникул. Но в крипте часто было, что появлялся какой-то нарратив. Плюс у нас запуск ETF. Да, лето. Это аргумент один плохой. Лето реально. Лето это плохо. Я об этом не подумал. Лето это плохо. Но все равно. У нас есть много аргументов. Мы видим тоже по паттерну, который я вам показывал. По выборам. То, что мы сентябрь всегда, август растем перед выборами. Потом уже перед самими выборами мы падаем. Идет сквиз. Это нормально. Плюс у нас возможность снижения ставки. Инфляция упала. Теперь реально УФРС развязаны руки. Теперь я уверен, что рынок будет закладывать тот факт, что ставка теперь снизит еще больше. И в принципе мы должны как-то начать в фроне данное событие. Не говорю, что прямо сейчас полетим. Не сейчас полетим. В лонтерме месяц-два до сентября у нас открыты дороги, чтобы расти. И фонда тоже, думаю, продолжит рост, потому что позитивные данные. И, возможно, какая-то поднимется корреляция с фондой у нас на крипте. Поэтому, ребят, все. Думаю, видео было интересно. Опять же, делайте собственный анализ. Как всегда, даю свои мысли, даю аргументы. Я не просто говорю, что вот, пойдем наверх, пойдем вниз. Я даю аргументы. Каждый делает свой Dior. Dior Oven Research. И на этом мы, наверное, сойдемся. Поставьте, пожалуйста, лайк обязательно на это видео. Пишите ваши комментарии, мысли, что будет с рынком. Буду читать. Всем спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok